СОЛТОН САРЫ СОЛТОН САРЫ Однако сельчане отказались и напомнили им о ранее выдвинутых требованиях. Отметим, накануне у месторождения собрались около 500 человек, которые требовали, чтобы сотрудники китайской компании покинули Солтон Сары. По словам местных жителей, из-за взрывных работ в горах гибнет скот. Местные чиновники сообщили, что представители компании выразили готовность возместить ущерб, если подтвердиться, что падёж скота стал следствием проведения взрывных работ. Но к вечеру после неудачных переговоров между жителями и работниками компании произошло столкновение. Они стали закидывать друг друга камнями. Позже ими была перекрыта трасса Бишкек-Нарын-Торугард. В сторону Бишкека сотрудники международной компании направились сразу же после того, как произошло столкновение с местными жителями. Но их остановили возле села Семизбель Кочкорского района. Трасса Бишкек-Нарын-Торугард была перекрыта. Если вначале камнями преграждали путь около 20 человек, то не прошло и часа, как их количество достигло 200. Поводом для недовольства, по их словам, послужили две причины – добыча золота в регионе и конфликт, который произошёл на месторождении несколькими днями ранее. Свои требования местные жители озвучивали тут же. У нас только одно требование – пусть закроют компанию, которая хочет добывать золото, уничтожая землю. В таких четырёх автомашинах находилось около 20 сотрудников компании. Переводчица, которая сопровождала иностранцев, рассказала, что выехали они с месторождения Солтун-Сары. По её словам, все, кто находится в салоне машины, получили различные травмы, и она везёт их в больницу. Я ещё ничего не видела. Я долго знаю, надо быстрее в больницу отвезу. Они болеют. Там раненые есть? Да. Сейчас надо больницу отвезём. Эту машину митингующие решили убрать с дороги, как объяснили они, только лишь для того, чтобы она не мешала проезду. К этому времени число людей стало заметно увеличиваться. По мере роста их количества усиливались и их требования. Следственные мероприятия проводятся. Виновные, если вина будет доказана, будут привлечены к ответственности. Поэтому, уважаемые жители Нарынского региона, неправильно перекрывать трассу, мешать движению. Первыми к митингующим прибыли сотрудники правоохранительных органов. Представители районной, областной милиции пытались провести с жителями разъяснительные работы. И только после того, как блюстители порядка пообещали доставить граждан Китая в отделение милиции, чтобы проверить документы, количество митингующих стало заметно уменьшаться. Но дорогу через некоторое время они перекрыли вновь. Всё это время граждане Китая находились в салонах автомашин. Уехать они не могли, колёса были спущены. За порядком следили милиционеры. На место событий Аким Кочкорского района прибыл в пять утра. В это время многие из митингующих уже разошлись по домам. Встреча с оставшимися прошла уже в более спокойной обстановке, без эмоций. В итоге Аким пригласил протестующих жителей в районную администрацию, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и найти компромиссное решение. Тем самым дорогу, которая была перекрыта с 11 часов ночи, местные жители открыли в пять утра. Граждан Китая в отделение милиции забрали уже на служебных машинах. Сложившуюся ситуацию обсудили сегодня и в правительстве. Премьер-министр поручил тщательно разобраться в обстоятельствах конфликта и усилить информационно-разъяснительную работу среди населения. Конфликты между местными жителями и иностранными рабочими не должны стать причиной остановки или прекращения работы предприятия, отметила Балгазиев. И подчеркнул, что если инвестор будет нарушать требования и права граждан, и по отношению к нему примут необходимые меры. При этом, по словам главы Кабмина, проблемы, которые сегодня есть в области горнодобывающей отрасли, накапливались годами и требуют серьёзного переосмысления и решительных действий. Нельзя бытовую ситуацию переводить в политическую плоскость, требуя что-то запретить или кого-то выгнать. Все споры должны решаться в правовом русле, отметила Балгазиев. Эта же тема стала главной на встрече вице-премьер-министра Джениша Розакова и чрезвычайного и полномочного посла Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь. Между тем, ГКНБ напоминает о недопустимости публикации материалов, которые могут спровоцировать эскалацию напряжения в эпицентре событий. Некоторые видеоматериалы вызывают бурную и негативную реакцию общественности, в том числе межнациональную неприязнь со стороны представителей титульной нации, по отношению к инвесторам и сотрудникам китайской компании, говорится в сообщении Госкомитета нацбезопасности. И так как, отмечает ведомство, такая тенденция может спровоцировать акции протеста и массовые беспорядки, в том числе на межнациональной основе, ГКНБ оставляет за собой право объявить авторам публикации видеоматериалов предостережением. СПАСАТЕЛИ МЧС И около 20 из них во время допроса в этом признались. Сообщается, что во время работы они нашли мобильные телефоны марки «Хуавей». Телефоны они отдали своим близким. Напомним, 16 января 2017 года грузовой самолёт упал в районе дачного посёлка Дача-Су. В результате трагедии было разрушено 26 домов, погибло 39 человек. Российским туристом, который погиб на пике Ленина в Кыргызстане, оказался генерал-майор МВД Иван Иванов. Как пишут российские СМИ, он увлекался альпинизмом. В этот отпуск он специально отправился покорять пик Ленина в Кыргызстане. Трагедия произошла в тот момент, когда он спускался с горы Семитысячника. Отмечается, что тело россиянина уже спустили с вершины. Об исчезновении 45-летнего российского туриста в горах Кыргызстана стало известно в конце июля. Во время спуска с пика Ленина он перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что мужчина погиб. Его тело нашли на высоте 6000 метров. Тело обнаружили спустя 9 дней. В Наакадском районе произошел пожар на территории сельской управы Кукджар. Загорелась сухотравья. По предварительным данным, пожар начался примерно в 3 часа дня. Из-за брошенного окурка от сигареты. Территория используется под стоянку для автомобилей. Жертв и пострадавших нет. Для тушения пожара были привлечены сотрудники сельской управы и местные жители. В одном из домов в Таласе, где хранилось несколько десятков газовых баллонов, вспыхнул пожар. По сообщению очевидцев, взорвались несколько баллонов. Не сразу, а по одному с небольшими промежутками. При этом примерно 70 баллонов успели вынести. Пламя перекинулось ещё на два дома. В результате они сгорели полностью. В одном повреждена крыша. При службе МЧС подтвердили, что пожар произошёл на улице Манаса. В пламя тушили три расчёта. Пострадавших нет. Бишкеки трое мужчин похитили пятилетнего мальчика. Нарушителей удалось поймать благодаря камерам безопасного города. Ребёнка везли в Талас. Как сообщили правоохранители, его похитили с пересечения улиц Рыскулова и Тимирязева. Мальчика буквально вырвали из рук женщины. Был введён план перехват. Автомобиль отследили по камерам безопасного города и остановили на посту УОБДД. Мужчин задержали и передали сотрудникам службы криминальной милиции Бишкека. Как оказалось, пятилетнего ребёнка похитил отец, поскольку тёща не разрешала поздравить его с днём рождения. В реанимации Сыкульской районной больницы накануне скончался 12-летний мальчик. По данным УВД области, он катался на банане недалеко от пляжа села Бостери. Во время резкого поворота ударился головой о мотор катера, который тянет аттракцион. Пострадавшего доставили в больницу Чулпанаты. Он скончался в отделении реанимации, не приходя в сознание. Сообщается, что подросток приехал из Бишкека, отдыхал с семьёй в частном секторе. Факт зарегистрирован в едином реестре. Госэкотехинспекция должна проверить, соблюдалась ли техника безопасности. На основании заключения экспертов примут решение об ответственности, отметили в ОВД. Только за шесть месяцев этого года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 36 детей и 828 получили различные ранения. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения. По его данным, с января по июнь этого года в Кыргызстане всего было зарегистрировано 2825 аварий. По сравнению с прошлым, показатель вырос на 17,9%. Больше всего аварий произошло в Баткенской, Таласской областях, в городе Ош. Далее идёт Иссыкульская область и Бишкек. С участием детей всего зарегистрировано 710 аварий. Около двух суток из-за поломки простоял в казахских степях автобус, где находилось 60 пассажиров. Автобус направлялся в Москву из Бишкека. ЧП, как сообщили пассажиры, случился в Туркестанской области Казахстана в ночь на 3 августа. По словам пассажиров, около двух суток им пришлось ждать обещанный транспорт. Всё это время они провели на улице. Некоторым удалось разместиться в салоне авто. В результате пассажиры, а большинство из них – жители Кыргызстана, выступили с требованием возместить компенсации за моральный ущерб. Введено ограничение на улицах Бишкека. В городе устанавливают дополнительные дорожные знаки, в связи с чем мэрия ввела запрет на движение грузового транспорта по муниципальным дорогам при температуре плюс 28 градусов, опасаясь повреждения дорожного полотна. Ограничение продлится до 1 сентября. Действует с 9 утра до 8 вечера. Так сообщает муниципалитет, временно запрещается движение большегрузных и крупногабаритных автомобилей с максимальной общей массой 25 тонн, с нагрузкой на одну ось – 7 тонн. Запрет не распространяется на транспорт, перевозящий людей, груз с гуманитарной помощью или груз на основании соответствующих разрешений. Июль в этом году стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдения. Об этом сообщила Европейская служба мониторинга изменений климата. По данным учёных, в июле средняя температура была выше на почти градус средних температурных значений за последние 30 лет. Западную Европу в прошлом месяце накрыла аномальная жара. В ряде стран, в том числе и за полярным кругом, были установлены температурные рекорды. Накануне синоптики сообщили, что в Кыргызстане до 9 августа также продержится аномальная погода. В долинной зоне Чуйская, Баткенска, Орска, Джалалабадской областей в дневные часы температура воздуха повысится до 38-40 градусов. В Таласской долине – до 36-38 градусов.